Возможно, самая необычная школа в Петрозаводске – школа кораблестроения на базе морского клуба «Полярный Одиссей». Она работает с прошлого года, а ее ученики строят настоящую варяжскую ладью, которую планируют спустить на воду уже в конце июня. В морском центре состоялась рабочая встреча, посвященная реализации проекта «Скандинавское кольцо», в рамках которого происходит масштабный международный обмен опытом. Самый колоритный гость на этой встрече – Терьебе, сотрудник музея викингов Лофотр, который находится на Лофотенских островах и занимается археологическими раскопками и историческими реконструкциями. Терья в числе таких же энтузиастов участвует в постройке реплики Драккара викингов. Сегодня он имел возможность сравнить его с нашей ладьей. Из глобальных целей проекта «Скандинавское кольцо» – возрождение традиций кораблестроения и развитие водного туризма на северо-западе России. Результатом должна стать международная морская экспедиция по новому маршруту, который на самом деле хорошо забытый старый. Много лет у нас есть мечта – пойти на север через Северную Норвегию и Финляндию, обогнуть Кольский полуостров и таким образом повторить тот путь, который когда-то проделал вождь викингов Конанг Оттер в 890 году. Поэтому мы приехали сюда, чтобы посмотреть существующие водные пути и найти здесь новых друзей. И план заключается в том, чтобы начать это путешествие летом следующего года. Маршрут «Скандинавское кольцо» должен пройти одновременно по морю и по суше с небольшими различиями. Морской начнется в Петрозаводске. Участники отправятся через Санкт-Петербург, Финляндию, Швецию, Данию и Норвегию. Вернутся в Россию – Мурманск, Соловки, Беломорск. И завершится маршрут на острове Кижи. Его прохождение на двух аутентичных кораблях должно занять примерно 32 дня. Юлия Степанова, Владислав Будников, САМПТВ, 360.